Маршрут для тестирования нововведений выбирали исходя из востребованности среди горожан. На 22 маршруте во все времена наблюдался большой пассажиропоток. Тем более удивительно, что этот маршрут, как и многие, муниципальный и убыточен. Причин несколько. Во-первых, отсутствие контроля за сбором денежных средств. Во-вторых, водители порой работают на собственный карман. Чтобы ни первый, ни второй фактор не влиял на финансовую состоятельность предприятия, его руководство вернуло в автобусы контролеров-кондукторов. Таким образом, МУПСУЧАВТОТРАНС хочет не только увеличить количество легальной выручки, но и повысить уровень безопасности на дорогах. Теперь же с появлением кондуктора водителям не приходится отвлекаться, принимая плату за проезд. Лучше стало. Ездим, смотрим по дороге. Ездим спокойно. Пассажир не отвлекает нас. Помимо этого, нововведение позволяет скорректировать и расписание движения автобусов, согласно которому в график закладывается как время прибытия на остановочный полк, так и время стоянки. Идею одобряют и сами горожане. Люди не жалуются. Нормально все. Говорят, что удобно, что я кондуктор, подхожу и беру оплату билетики, то есть вовремя выхожу. Проездной билет является не только документом, подтверждающим оплату, но и страховым полисом. Только его наличие дает право потребовать от страховой компании денежную компенсацию в случае ДТП с участием автобуса. Сейчас администрация прорабатывает вопрос внедрения безналичной оплаты проезда. Она заработает в автобусах до Кубка конфедерации. При этом, как показывает опыт других городов, в том числе Москвы, аппараты безналичного расчета не заменяют контролеров. В ближайшем будущем кондукторы появятся на всех муниципальных городских маршрутах. В настоящий момент Сочи Автотранс активно введет набор кадров на открытые вакансии. Гелена Овсецина, телекомпания ФКТ.